Всем привет! Продолжаем изучать Spring Boot и методы взаимодействия с базами данных. В прошлый раз мы смотрели, каким образом мы можем реплицировать Mongo. Репликация это у нас была про что, по большому счёту, и зачем она? Она нужна для того, чтобы сделать ваше приложение доступным. То есть, когда ваш основной сервер базы данных падает, за счёт того, что существует реплика, ваше приложение просто переключается на другой сервер базы данных и начинает работу с ним. За счёт этого ваше приложение продолжает работать. И это очень критично важно. Если вы подумаете хорошо, то придёте к мысли, что репликация это просто... По большому счёту, любое приложение нужно сразу запускать с репликацией. И сразу продумать этот вариант. И если вы рассмотрите любые популярные приложения, то увидите, что база данных там присутствует везде. То есть, везде нужно хранить каким-то образом информацию. И эта информация должна быть доступна. И здесь у нас именно такой вариант. Это репликация. Хорошо. Репликация. Это была репликация. Сегодня мы говорим о сегментации или шарлинг. Шарлинг это у нас уже промасштабирование. Выделяют два типа. Вертикальный и горизонтальный. Вертикальный это когда вы берёте вашу базу данных и под каждую таблицу выделяете свой сервер. Да, это крайний случай. Но идея именно такая. То есть, таблицу сервера. Полную таблицу под один сервер. Второй случай это у нас горизонтальное масштабирование. Это когда у вас есть большая таблица и вы её разбиваете по строкам. То есть, таблицу вы делите на части горизонтально. То есть, не по столбцам, а по строкам. и помещаете помещаете в какую-то на какой-то сервер. Понятное дело, можно таблицу и делить по столбцам, но это уже получается денормализация. В принципе, денормализировать ради приложения можно. стремиться к этим нормальным формам. Это в теории хорошо, а на практике это может казаться весьма пагубно. Иногда порой держать лучше денормализированные базы данных таблицы. Вернее, просто из-за того, что быстрее будет выполняться. Ладно, теперь давайте посмотрим, как это Монго построено. Монго, здесь выделяются три абстракции шарт, конфиг сервер и роутеры. Шарт это, собственно, сами воркеры, конфиг это конфигурация и роутеры это, собственно, точка входа, через которую он настраивается всё остальное. Ладно, давайте лучше посмотрим, как это на практике. открываем опять миллиард консолей и погнали. Первый шарт. Второй шарт. Здесь важно, то есть мы MongoD, демона, вотфлаг ставим, связываем с какой-то папкой и на каком порту мы наш шарт запускаем. Так, дальше поехали. Дальше нам нужно объявить конфига. Конфиг здесь важно лишь подчеркнуть, что его нужно обязательно как репликой запускать. Поэтому, помимо того, что мы указываем флаг, что это у нас конфиг, который с шардированием связан, мы ещё обязательно ставим, что это реплика. И каким-то словом. Хорошо. Дальше. Теперь нашу реплику нужно зарегистрировать. Поэтому подключаемся к ней и регистрируем её. Хорошо. Дальше. То есть, у нас есть шарды, пока они не объединённые. Они сами по себе. И у нас есть пока конфиг. Дальше нам нужны роутеры. Роутер, роутер, роутер. Берём наш mongos на сервис. mongody, а mongos. Указываем config db и здесь указываем вот где у нас этот конфиг зарегистрирован. Поскольку мы его зарегистрировали как реплика, сперва передаётся имя реплики, а затем списком то есть через запятую мы указываем где он находится и поднимаем наш роутер на определённом порту опять. Хорошо, подняли. Теперь подключаемся к данному роутеру. Подключились. Теперь нам нужны настройки. Смотрите, шарды пока они у нас сами по себе, поэтому мы должны добавить сперва. давайте добавим. А, вот. Поехали. Окей. Вот, run command add shard. Вот. Вторую шард зарегистрировали. теперь дальше поехали. Теперь нам нужно выбрать какую-нибудь базу данных. Давайте выберем anti и сейчас мы её сделаем шардированной. Здесь есть команда 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 enable sharding. Enable sharding, где мы передаем имя базы данных. зарегистрировали. да? Теперь нужно какую-нибудь таблицу создать или коллекцию здесь корректнее говорить. Коллекцию. Давайте создадим коллекцию. Так. Вот. Создадим коллекцию. Например, магазин. И на него навешиваем, сделаем её шардированной. Эту коллекцию, но для начала нам нужен индекс создать. Так. Сейчас я добавлю индекс. Вот. Enable индекс и name у меня будет хешировано. То есть магазин. Магазин. Так. Окей. Да, вернулась. И последнее нам нужно сказать, что вот эта коллекция будет шардированной. Всё. Готово. Правда, у нас ещё нет таблицы. Ну, давайте создадим таблицу. Так. давайте вот science и где там natural был. Ну и find. теперь эта таблица она у нас существует именно в шардированном таком варианте. К сожалению, дальше всю красоту шардирования я вам показать не смогу. Надо ввести множество данных. Нужно функцию либо занять. плюс я не знаю как физически посмотреть какие данные находятся на шарде. То есть просто смотреть папки там папках данные закодированы. То есть вот таким образом консольно вы можете это организовать. Ладно теперь все это дело я закрываю. Закрываю потому что к сожалению когда я пытался со спринтбутом связать у меня там ошибка выскакивала. К слову спринтбут по идее он должен коннектиться к вот этому роутеру то есть к Монго и Кэсу на котором мы пор поднимали. На каком порту вернее мы поднимали. и все окей но у меня ошибка там там ошибка то есть запись делать разрешает но ошибка связана с транзакцией возникает не знаю ее как пофиксить поэтому я так подумал ну раз у меня не получилось таким автоматическим способом организовать нет проблем сделаю вручную 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 так вручную это значит шарнирование это значит у нас данные находятся на разных серверах соответственно мне нужно два коннектора что ж окей завожу два своих проперти и указываю два юра вручную к слову те кто не очень пока дружат с этими ураями здесь в принципе он достаточно простой сначала указываются протоколы или кому то есть много здесь может быть здесь может быть редис здесь может быть gdbc дальше указывается видите отдельно даже выделилось это имя дальше пароль разделяется двоеточим затем через собаку хост порт имя базы данных и какие-нибудь дополнительные проперти к слову когда мы еще подключаем вот какие-нибудь депенденси да стартеры они к нам по дефолту всегда поднимают какой-то дефолтный дефолтный объект дефолтный пен и поскольку я не хочу вот этот дефолтный монг это плейд я его отключу вот использую spring auto copy exclude и просто отключу это я буду настраивать используя вот эти свои проперти что ж идем и настраиваем их для этого мы что сделаем создадим бинфактори по сути дела да конфигурэйшн и здесь мы используем самое главное вот этот символ символ реактив монго дата байс файтори где мы передаем вот сперва заезжайте обозначение и вот это вот сюда передаем коннектор стринг и создаем реактивное монго то есть вот у нас получилось два бина сейчас мы их можем воспользоваться то есть первый бин у нас коннектится тот кто уже заметил коннектится к хироку а второй коннектится к локальному так к слову хироку там есть различные сервисы и в частности они предоставляют к различным базам данных простые вариации с базой данных вы можете бесплатно попробовать если вам нужно сложно то придется платить хорошо дальше поехали ну давайте воспользуемся я напоминаю к слову модель крайне простая то есть здесь поле только на и присутствует что я здесь делаю вытягиваю руками вот эти темплейты заношу данные заношу их следующим образом первые два во внешний в монго ой на хироку второй вот эти три локально заношу их и вывожу и здесь еще покажу показал что можно использовать критерию where regis то есть вытягиваю вот voyage и walk а natural не вытянется так когда все это дело запустил у меня вот мой вывод вот мой вывод на хироку вот что я получил то есть вот science natural то есть здесь лишь две записи присутствуют один из двух то есть вставка произошла корректный вывод то есть вот all from external только два вот science nature так вот это первый аспект просто настроить соединения да которые работают по сути дела с одной моделью но чтобы это было именно шардирование как шардирование да если у нас одна модель то есть по сути дела горизонтальное масштабирование нам по идее нужно надрить механизм маршрутизации запросов то есть когда клиент посредством какого-нибудь например REST API делает запрос на нашу базу данных он просит какую-то строчку да вот эту строчку мы можем например чтобы понять из какого шарда вытягивать мы можем ставить условия допустим если ну индекс больше тысячи ну больше миллиона то из-за этого шарда если меньше то из-за этого шарда это такой простой примитивный способ второй тоже достаточно простой способ это сделать через хэш-функцию то есть пишите очень простую хэш-функцию которая разделит складывает на количество в общем сколько у вас кластеров настолько она так пропорционально и выкладывает именно фэш-функция чтобы не было тут рандомного рандомно здесь нам плохо будет чтобы один и тот же запрос у нас всегда обращался к одной и той же базе данных поэтому именно хэш-функция и вот эта хэш-функция нам поможет как при вставке так и при взятии единственное вот здесь проблема которая по-настоящему встает это когда данные вот эти шарды наши будут заполняться непропорционально то есть когда мы такие простые способы используем отталкиваемся не от количества занесенной информации а просто запись да делаем запись но сама запись может быть разной по памяти у нас рано или поздно когда запись станет достаточно много какой-то шар будет более тяжелым вот с помощью монга с помощью монга с помощью базы данных это дело легко фиксится там есть просто флаг а здесь вот именно программным способом мне сходу так не сходится не придумывается понятное дело что когда модель у вас четко обозначена и там есть определенные параметры у нее да которые ограничивают ее размер это не так важно но если некоторые поля могут сильно варьироваться это будет уже критично и нужно тут будет пока подумать как это сделать я пока не знаю именно на уровне приложения то есть и надо будет тогда хотя нет пока сходу так не скажу надо отдельно посидеть подумать то есть проблема именно чтобы в одном место то есть один запрос всегда обращался к одному шарду и проблема того что память будет по разному выжирать если у вас есть модель которая может очень сильно различаться по памяти то есть один объект одна запись очень сильно отличается от другой записи так вот на этом пожалуй я закончу то есть мы разобрали в общих чертах что такое шардирование каким оно бывает посмотрели как монго организует свой код то есть то есть у него есть три основные абстракции мы на уровне приложения работаем вот с этими роутерами то есть если бы нам мы бы писали бы подключение вот здесь вот то мы писали бы именно вот эти вот роутеры то есть mondos здесь еще есть абстракция серверов и шардов шарды можно сделать репликации если что но если бы вручную мы бы делали я бы решил бы сделать то я бы просто вот эту вот штуку вставил бы заместо вот одного юра да и все и нет проблем ну и дальше мы просто объявляли эти бины и пользовались пользовались успешно пользовались ok see you next time